Здравствуйте, уважаемые наши слушатели, уважаемые наши ученики, уважаемые наши читатели. Хочу ответить на несколько вопросов, которые пришли к нам по рубрике «Вопросы до Владивы» по смене отношений. Хочу ответить на несколько хороших вопросов. Дорогие друзья, всегда задавайте актуальные вопросы к вашим услугам, мы с радостью будем отвечать вам. Вот, если иногда на какой-то свой вопрос вы вовремя не получили ответ, это означает, что на этот вопрос ответ уже есть. Похожий вопрос, наверное, были у нас в предыдущих наших выпусках. Просто посмотрите, пожалуйста, другие выпуски, и вы увидите, обязательно вы найдете ответ. Здравствуйте, наставник, мне 30 лет, я холост, зарабатываю хорошо. С собой и жизнью вселом очень доволен. У меня есть одна странность, от которой хочу избавиться последние 10 лет. Заключается она в том, что как только в моей жизни появляется девушка, моя карьера катится вниз, и финансовый час ухудшается. Хотя этому я не готовлюсь. Было даже триал бизнес, когда были в отношениях. И как только расставались, все у меня улучшилось. Бизнес рос, и деньги шли. Я на бывших сильных не тратился финансово, но по натуре я не суеверен, но это входит уже в традиции. Пожалуйста, скажите, как мне избавиться. Дорогой мой, вам 30 лет, вы еще не женат. Вы несколько раз, наверное, отношения совели с девушками. И когда вы совели отношения с девушками, и вы тут же начали видеть, что постепенно ухудшилось ваше финансовое положение. Или карьера пошла вниз и так далее. Обычно это с чем связано? Скажу вам, вы внимание от карьеры или ваше внимание, вот фокус, фокус, ваше внимание привели к девушке. Иногда девушка забирает очень много внимания. Когда девушка начинает стать центром вашего внимания и начинает забирать фокус, соответственно, у вас идет спад в карьере, в бизнесе. У меня несколько вид бизнесов. О какой бизнесе я думаю, на каком бизнесе я фокусируюсь, там идет рост. А той бизнесе, к которой я внимания не обращаю или фокус меньше оказываю, там идет спад. Поэтому тут у вас это не суеверие или не что-то, просто это потеря фокуса. Поэтому вам надо просто правильно распределить время, правильно распределить время между девушкой и бизнесом. Организовать свое время, организовать свою жизнь. Например, когда у вас появляется девушка, не надо только думать о ней. Потому что куда вы направляете свое внимание, туда это крайник вашей умственной энергии, это есть ваше внимание. Куда вы направляете свое внимание, туда идет все, создающее ваши силы. Поэтому, а почему когда девушка уходит, у вас в бизнес идет рост? Потому что вы начинаете фокусироваться на бизнес и полная энергия идет туда. Куда направлено внимание, туда и энергия. Поэтому там результат. Поэтому с этого момента вы просто распределите время между семьей, то есть между вашей девушкой, и между вашим бизнесом, и между вашим здоровьем. То есть время уделите для здоровья, для хобби, для родных и близких, и соответственно для девушки. Просто распределите их по времени, и все. Тогда у вас все будет на свои места. Попробуйте сейчас делать так. И когда появится девушка, всю свою фокус на нее не надо направить. Всю свою энергию не надо на нее направить. Просто распределите правильное время, все будет нормально. И подсознательно настраивайте себя на то, что когда вы работаете, вы зарабатываете, вы построите бизнес для того, чтобы счастливо жить. Точно так же вы женитесь, или появляется в вашей жизни прекрасная девушка, которая помогает вам еще большего добиться благодаря своей присутствии, благодаря своей вдохновении, благодаря своей вдушевной спокойствии. Настраивайте себя так, и еще так и будет. Помните, что в жизни, к чему вы настраиваете себя, к чему вы верите, то и произойдет у вас. Так что верьте в лучшему. Ожидайте хорошего. Здравствуйте, уважаемый Саймурад Давлад. Мне 23 года, я уже 3 лет замужем. В первые годы муж мне изменял. Я простила. В вторые годы он врал. Я простила. Теперь у нас есть дочка, он не хочет развиваться. Зарабатывает только на оплату кредита. Его и нас кормит пенсия его отец и матери. То есть его и нас кормит пенсия его отец и матери. Мы вместе живем. Они нам очень помогают. Но он это не ценит. Я зарабатываю и плачу его долги. Он всегда берет долги и кредиты. Мы только их оплачиваем. Он может целый день просто спать или просто поиграть в телефон. Очень много врет и от Бога не боится. Не знаю, что делать, как ему помочь. Я понимаю вашу ситуацию. Дело в том, что он врет, потому что он попал в долгах. Когда долги появляются в человека, человек неосознанно начнет врат. Ситуация заставляет его иногда врат. Неосознанно он начинает врат. То, что он не зарабатывает, это связано тоже с долгами. Связано с долгами, что вообще долги создают масса. Они начинают давить на человека. И у человека появляется мышление должника. И он постоянно начинает брать новые долги. Он думает, что как будто выход из долгов, это делать новые долги. Поэтому вы должны помочь ему фокусировать внимание на доход. Я рекомендую вам найти мою книгу «Долги таят на глазах». Дать мужу три мои книги. Дайте ему три книги. «Долги таят на глазах». Первая книга, которую он должен обязательно прочитать. Вторая книга «Духовные законы и богатства». Третья книга «Стратегия мышления богатых и бедных людей». А если он не хочет читать, бывают такие, что люди не хотят читать, не любят читать и так далее, тогда вы включите YouTube, найдите, пожалуйста, какое-то мое выступление, как избавиться от долгов и так далее. Там в YouTube много таких наших роликов. Включите его просто и по комнатах ходите. Или найдите тренинг «Стратегия мышления богатых и бедных людей». Включите и ходите по дому. Вы просто включите и ходите по дому. Он начнет послушать, посмотреть и так далее. И по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, каждый раз одну мысль, потом еще одну мысль, потом еще одну мысль, у него в голове попадает. Через несколько времени он сам заинтересуется взять, читать книги. Еще третья важная вещь, которая сейчас будет вам доступна, это если в вашем городе будет мой фильм, вот это «Один на миллион», как раз в этом фильме я показываю, как я выбрался из долгов. Я пока… Это фильм очень сильный, мотивационный фильм, очень сильный, мотивационный фильм и дает хорошие надежды. В вашем городе, если и кинотеатры показывают вот этот наш фильм «Один на миллион», возьмите мужа и вместе с ним идите туда. Скажите, пойдем в кино, хоть немножко время провести вместе и так далее. И идите с ним туда, в кинотеатры. В кинотеатры большой экран, и вы очень много чего увидите, и много чего берете для себя. Ваш муж много берет для себя нужные вещи, потому что, и когда были в долгах, я даже думал о самоубийстве. Я даже думал как-то избавиться от них, и мне казалось, что самоубийство – это выход. В фильме все есть, через чего только не прошел, но остался преданным своей ценностью и потихонечку закрыл все долги. В фильме это все вы видите. В фильме вы все поймете. Поэтому в обязательном порядке делайте этого. Вот что я рекомендую вам. Поэтому поговорите с мужем, начните так, как я советовал делать. А если в вашем городе фильма нет, хотя бы через книги начните. А если где-то в вашем городе будут мои тренинги, обязательно возьмите мужа, привезите ко мне на тренинг. Среда меняется у него. Потому что к нам на тренинге ходят правильные люди. К нам на тренинге ходят люди, которые хотят менять свою реальность. Люди, которые верят в свое будущее. Люди, которые хотят изменить свое будущее. Возьмите с собой, переходите с ним в тренинг. И много чего добьетесь там. Вот дай Аллах, чтобы вашему мужу Господь направил, Всевышний направил на правильные пути. Здравствуйте, уважаемый Садмурот. Рада вас приветствовать. Мне 39 лет. Первый брак распался больше 10 лет назад. Я и не планировал больше замужества. Шло время, а шло изменения во мне. И сейчас я понимаю, что готова к созданию семьи. Время пришло. Речь пойдет о желании построить серьезные отношения с семьей. Как вы считаете, может ли женщина делать первый шаг? Сказать о своей симпатии к мужчине. Как правильно дать понять мужчине о своей симпатии? Или ненавязчиво помочь ему принять решение? Если вообще это стоит делать. Спасибо. Если вам 39 лет, вы уже осознанный человек. Так что это нормально. Это нормально, искренно, честно перед самим собой, перед своим чувством. просто дать понять мужчину о том, что он вам нравится, позаботиться о нем, интересоваться о его жизни. Всегда, всегда. Вот, например, когда он нуждается, ему нужны ваши мотивации, вдохновения, поддержки и так далее, оказаться рядом. И всегда, что он просит, постараться помогать ему. В простых вещах даже. Одним словом, станьте бальзам для души. Мужчину после 40 нужен женщина, которая понимает его. Вот, постарайтесь понять его, постарайтесь поддерживать его мнение. если он вам нравится, если вы его любите, если вы хотите с ним создавать свое счастье. Вот и все. И через несколько времени мужчины это чувствуют. Мужчины это ощущают, мужчины это чувствуют. Он поймет, что он вам нравится, но не навязывайте себя. Хочу, радуйтесь, что появится человек, которого вы можете любить. Радуйтесь, что появится человек, который вам по душе. Вот, смотрите на него восторгом, смотрите на него восхищением. Со временем он это все почувствует. Создайте свое отношение к нему, но не навязчиво. Потому что все люди хотят, чтобы быть любимой, любимая, но навязчивая любовь никто не хочет, потому что навязчивая любовь от него устаешь. Мужчина тем более. Они сильно устают от этого. Поэтому, пожалуйста, просто аккуратненько. Вы взрослый человек, поэтому это нормально. Вы будьте самим собой, не навязчиво, аккуратно. Дайте понять своим поведением, своим поступком, что это мужчина для вас не безразличный. Он нужен вам. А то, что вы меня спрашиваете, стоит ли женщину делать первый шаг или нет, языком не говорите ему, но аккуратно, просто ведите себя так. Он сам почувствует, он сам поймет. Дорогие друзья, я желаю вам счастливей смене жизни, желаю вам счастья, желаю вам успехов. Всегда задавайте актуальные вопросы, к вашим услугам я всегда буду отвечать. Всего доброго.